Микс Ньюс Добрый день, добрый вечер, уважаемые слушатели Олег Пек в студии и это программа Синема. Сегодня мы говорим о кино этим вечером, как обычно по средам и сегодня мы говорим о кино с режиссером Даниилом Силовым Здравствуйте. Добрый день. И с режиссером и продюсером Юлей Ковым Здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы так жалуемся часто на то, что очень мало фильмов у нас как-то снимается наше латвийское кино, как будто бы ну вот было к столетию какой-то большой поток фильмов сейчас я понимаю, что все деньги национального фонда уже потрачены и как-то такое кажется немножечко ну не то чтобы простой, но во всяком случае не такое большое количество выходит нашего кино латвийского на экраны, но тем не менее съемки ведутся и сейчас идет уже работа полным ходом над художественным фильмом так называемая любовь как раз вот режиссер этой картины Даниил Силов сегодня в нашей студии ну и вот мы поговорим о том как снять кино и вообще что нужно для того, чтобы реализовать себя, если я понимаю, что ведь обычная схема это режиссер идет с идеи в киноцентр и ну надеется получить финансирование что делать, если вдруг это финансирование не получено или ну в каком-то небольшом объеме которого явно не хватит для того чтобы снять фильм наверное все зависит от идеи в первую очередь то есть какого масштаба идея и что с этой идеей хочется сделать я искренне убежден, что сегодня кино может снять практически любой то есть для этого не нужно обладать какими-то огромными финансами ну Содерберг снял, да, на мобильный телефон уже не один даже фильм снял и вполне отдачно у него это все получается естественно для этого нужно иметь еще какое-то видение и все-таки иметь сценарий но делать это можно сегодня гораздо дешевле чем это было, может быть, раньше и опять же есть большое количество людей, которые так или иначе заинтересованы в мире кино они заинтересованы чтобы как-то проспонсировать его может быть не в огромных миллионных бюджетах, которые мы слышим в «Голливуде» но в достаточных бюджетах которые достаточно для того чтобы снять кино у нас А сколько вот «Достаточно чтобы снять кино у нас» Потому что, когда речь заходит о Голливуде, там, ну, астрономически, то есть, суммы, ну, понятно, что если мы говорим там про кино класса А, но даже вот фильмы, которые не являются блокбастерами, они все равно обходятся, ну, там, 60 миллионов, это, в принципе, это сумма, ну, такого средненького абсолютно фильма, то есть, это не «Мстители. Финал», это не что-то там такое экстра, это обычный, то есть, чуть ли не проходной фильм. Ну, при этом точно так же есть большое количество историй тех же голливудских, где есть режиссеры, такие как Родригес, такие как Райан Джонсон, по-моему, которые снимали фильмы за, фильмы начиная, там, за сумму от 5 тысяч, 10 тысяч долларов до, ну, там, 50 тысяч, может быть, по голливудским меркам, по нашим меркам это нормально уже, по голливудским это все равно еще копейки. Вот, но, то есть, они находили какие-то небольшие суммы и со своей идеей трансформировали это в действительно кино, кинематограф. Но, с другой стороны, вот, хорошо, мы эту сумму находим, ну, неважно как, там, спонсоры, я не говорю про какие-то незаконные способы облетения, но вот то же самое. Хорошая история, для кино как раз, как снять кино. Дальше вам очень важно найти правильного человека, продюсера, который как раз-таки уже включается на этом этапе в работу. Продюсер вот в каком смысле? Потому что мы обычно привыкли, что продюсер тот, кто дает деньги, а здесь все-таки, я понимаю, что это другая история. Позиция продюсера вообще делится на очень много, скажем так, подпозиций, то есть, это может быть там линейный продюсер и так далее, executive producer, и каждый выполняет какую-то свою роль. Но в данном случае, когда, допустим, режиссер имеет какое-то там свое финансирование, какое-то понимание, он идет к продюсеру, который в данном случае будет выступать в качестве, наверное, такого более организационного человека, и дальше уже начнет делать все для того, чтобы запускать этот фильм, и уже чтобы от идеи на бумажке сделать его, как бы, физическим, да. Я часто сталкивался с тем, что люди, когда слышат слово продюсер, они думают, что человек, который дает деньги. И на самом деле, то есть, продюсер, есть люди, продюсеры, которые дают деньги, но продюсер – это по факту человек, который делает возможным вообще кино. То есть, это project manager. Реализация. Реализация, project manager, который собирает команду, помогает договориться со всеми, то есть, если со всеми такими простыми словами, то есть, человек просто договаривается со всеми, планирует, помогает. Собрать команду, делает так, чтобы за те деньги, которые есть, кино это получилось. По крайней мере, следит за этим. И есть даже такой вопрос где-то, такой полушутка, полусерьез. То есть, как стать хорошим режиссером? Хорошим режиссером нужно стать легко, нужно не быть продюсером. Потому что, если очень многие начинают снимать кино с того, что пытаются быть и режиссером, и продюсером одновременно, и получается у них довольно плохо. А почему? Почему тут нельзя усидеть на этих двух стульях? Ну, это, как правило, да, очень часто делают начинающие люди. Это два очень разных и очень объемных процесса, которые не может на хорошем уровне вынести один человек, то есть, организация и полное погружение в творческий процесс. Режиссер – это тот человек, который в первую очередь работает с актерами, да. Он полностью погружается весь в этот процесс, он работает непосредственно прямую с оператором, делает раскадровку, и вылезает очень-очень много обязанностей, которым ты должен полноценно себя посвятить. То есть, ты должен полностью придумать, как выглядит твой образ, начиная от костюма, заканчивая цветом волос главной героини. И понятное дело, что это достаточно объемный процесс, и в это время тебе нужно организовывать съемку. У тебя, как правило, там 30 человек команды, вам нужно договориться с локациями, вам нужно все это документально оформить, вам нужно подумать про налоги, вам нужно подумать про то, что вы смену, например, закончите в 12 часов. Это может быть… А все разъедутся домой. Да, там надо подключать таких людей туда-сюда, транспортные координаты. Но на самом деле кажется, что кино, оно состоит из каких-то маленьких частей. Оно и состоит из маленьких частей, из огромного объема маленьких частей, которые… Но их очень много. …которые нужно сложить все вместе, и поэтому это два разных человека. Один – это режиссер, который занимается творчеством, второй – это человек-организатор, продюсер. Поэтому, чтобы сделать кино, режиссер со своей идеей, возможно, даже с деньгами, да, это классно, когда ты уже приходишь к продюсеру с деньгами, это облегчает ему очень жизнь, идет к продюсеру. И, кстати, очень часто, допустим, бывает так, что если кино… ну, кино же всегда делается там на какую-то целевую аудиторию, с каким-то там последующим выхлопом, пониманием, там мы показываем его в кино или где-то. Вот такую всю историю очень часто уже в процессе можно, допустим, найти спонсоров. То есть, сделать тот же product placement, и тем самым продюсер делает свой какой-то финансовый вклад. Это если мы говорим о независимой такой истории, вот то, что мы сейчас обсуждаем. Ну, видите, тут возникает сразу проблема. Если денег мало, у режиссера есть искушение снять своих знакомых, там, соседей, друзей, там, людей, может быть, без актерского, там, вообще, опыта, просто вот, чтобы сэкономить деньги. И в результате это может получиться, ну, совершенно такой между собойчик, то есть, ну, вот, который будет интересен только на корпоративе, условно говоря, посмотреть. Вот это как раз-таки отличает профессионального режиссера и непрофессионального человека, который хочет снимать кино. Вот мы назовем это двумя такими разными. Ну, наверное, вот если со своей стороны, то есть, я не самый профессиональный режиссер на свете, то есть, я занимался съемками рекламы, клипов, ну, то есть, это сейчас мой второй фильм. Ну, вот, во время съемок первого фильма я как раз-таки допустил эту ошибку, я был продюсером. То есть, это выливалось в то, что я ездил, забирал рубашки для актеров, потом гладил эти рубашки на лома, потом я переписывал сценарий, потом я там красил какой-то реквизит, потом с утра, в 7 утра я ждал актеров на площадке и при этом дописывал еще сценарий, походу. То есть, все это было вместе, все это достаточно было тяжело. Но при этом ваш фильм был номинирован на «Лелайс Кристопс» и вообще очень даже все успешно там пошло. Скорее, не благодаря, а несмотря на. Но что я хотел сказать, я хотел сказать, что вот в этом фильме, когда я начал работу над ним, то есть, в принципе, первый человек, мы говорим, это так называемая любовь. Так называемая любовь. Да, съемки прошли сейчас летом. Да, первый человек, которого я взял в команду, это вот Юля, потому что если у человека нет опыта, если человек недостаточно, может быть, много работал в кино или хочет это пройти, то есть, он может, конечно, снимать своих знакомых, он может снимать своих друзей, работать своими друзьями, но если он хочет, чтобы получилось что-то достойное, то ему нужно искать профессионалов. Пускай он сам не профессионал, но работая в среде профессионалов, в среде людей, у которых есть опыт, он будет прикрыт немножко, его тылы будут прикрыты, и он не допустит тех ошибок, которые допустит начинающий, работая с начинающими. Очень важно правильно делегировать обязанности, то есть, чтобы не было никаких, чтобы не отражалось это впоследствии на качестве, конечно же, важно четко разделять продюсер и режиссер. Ну вот мы, как раз я подбираюсь к актерам, если говорить про конкретно вот ваш фильм, так называемая «Любовь», кто снимался в этой картине, потому что, может быть, будет интересно нашим слушателям тоже узнать. Весь фильм – это три новеллы, три разных поколения, диалоговое кино про отношения, про любовь, в общем-то, понятная тема. Мы сейчас снимали первую новеллу с молодыми актерами, снимались ребята из России и молодые ребята из Латвии. То есть, у нас снялся Андрей Миронов-Удалов, внук Андрея Миронова, Анна Глаубе, молодая талантливая актриса из Москвы, вот, и Максим Бусил, наш один из лучших актеров молодых в театровской драмы. Вот насколько удается быстро договориться с актерами, насколько охотно они идут в проекты, может быть, ну, то есть, понятно, это приглашение сняться у Спилберга, и вдруг, ну, или, ну, то есть, ну, в фильме, может быть, не… В первую очередь, наверное, все зависит от сценария. То есть, сценарий – это вот главное связующее звено вообще всего, что есть в кино. То есть, если нет сценария, нет фильма. И над сценарием мы работали со сценаристом два года для того, чтобы он дошел до той точки, когда я был бы готов приглашать уже актеров и показывать актерам этот сценарий и как-то заинтересовывать. Вот, а как легко или сложно, вот Юля может рассказать. Да, уже на том этапе, когда актеру понравился сценарий и он согласился участвовать, начинается как раз-таки работа продюсера. Ну, в данном контексте, в данном независимом фильме это была работа продюсера, обычно это делает кастинг-директор, да. То есть, вы начинаете с агентом, актера, начинать обсуждать условия и приходить к той точке, которая одна сторона и вторая сторона может допустить. То есть, понятное дело, что у именитых актеров это большие гонорары, это определенные условия, это райдеры. И, конечно же, учитывая, что вы снимаете независимое кино, вам нужно прийти к какому-то вот этому вот среднему звену. Но все равно есть такие элементы, которые ты никогда не можешь игнорировать, то есть, очень четко и очень важно соблюдать съемочный день, чтобы не было никаких переработок. То есть, это те моменты, на которые актеры, как правило, не делают уступки. То есть, это 12 часов, должен быть перерыв... 12 часов, все равно это их рабочий день. Съемочный день, да, да, да. С перерывом 1 час на обед. И если, допустим, этот обед не полноценный час, то это тоже может приравниваться к переработке. И, соответственно, это уже идут штрафы и различные там санкции по контракту, который вы подписываете. Потом должно быть 12 часов перерывом между сменами. И, соответственно, если это ночная смена. Вот у нас как раз таки так получилось, что по сценарию весь сюжет происходит в ресторане. И, соответственно, это достаточно сложная локация. То есть, мы прекрасно понимаем, что в течение дня это большое количество посетителей. И это большой бюджет, который тебе нужно покрыть, если ты закрываешь весь ресторан на целый день. Поэтому, соответственно, как продюсер ты думаешь, как ты можешь оптимизировать эти моменты. И вот самый большой момент оптимизации в нашем случае, это была как раз таки съемка ночью. То есть, у нас было подряд, по-моему, 6 или 7 смен, когда мы начинали в 8 вечера и заканчивали в 6 утра. Конечно же, это бешеная нагрузка на актеров, на команду. Всем хочется спать где-то уже там в 2-3 часа стабильно. И да, при таком ритме очень важно соблюдать вот эти вот условия, которые прописаны в контракте. Но опять же, когда актер читает и понимает, что он видит себя в этом, что ему нравится, он горит, конечно же, можно прийти вот к этому всему. Они люди, они особенно, наверное, молодые актеры, но все равно любые актеры, они заинтересованы в хороших сюжетах. То есть, если они получают хороший сюжет, в который они искренне верят, то с ними можно разговаривать. То есть, им можно объяснять независимость фильма, объяснять отсутствие больших бюджетов. И они готовы подстроиться. То есть, много историй, как в российском кино, так и в голливудском кино, когда достаточно известные актеры работали с молодыми режиссерами, ну, если не за печеньки, то, по крайней мере, за шоколадки. Я могу сказать, буквально у меня на памяти, ну, год или два года назад фильм «Изла и дума гад» был, где играл Андрей Смоляков. То есть, просто я обратил внимание на то, что он появлялся в кадре, ну, три эпизода. То есть, у него там он играет роль там отца главного героя, который появляется в трех буквально эпизодах. Но когда вот я с ним брал, у него брал интервью, я его спросил, а что же вас привлекло? И он сказал, вы знаете, я снимался вообще бесплатно. То есть, ну, мне оплатили только дорогу. Ну, просто мне сказали, ну, молодые ребята, то есть, я посмотрел сценарий, я решил, ну, я должен дать им шанс. То есть, вот, ну, а я понимаю, что для них это был очень важный момент, потому что они хотели запустить его все-таки в российский прокат. И для российского зрителя понятно, что если вдруг стоит в титрах Андрей Смоляков, то есть, это все-таки другое, есть шанс, что люди придут в кинотеатр. То есть, вот это было, меня поразило, что, ну, вот он, например, сказал, что да, это был не вопрос денег, а просто вот желание помочь. Конечно, это, и это на самом деле вполне реально. То есть, тут подход работает очень простой. Не спросишь, не получишь. То есть, в конце концов, никто не мешает режиссеру с хорошим сценарием связаться с агентами актера, которого он видит в какой-то из ролей. Ну, то есть, как предложить про поручика Ржевского десять раз по мордам, но в конце концов, может быть. Конечно, это принцип вообще успеха в кино, то есть, мне кажется, мы с таким количеством отказов сталкиваемся, невозможно не работать по схеме, десять раз попробовал, на один слой получилось. Ну, вот конкретно вот в так называемой любви, то есть, поиск локации съемочной для ресторана у нас занял несколько месяцев, и мы получили вот те самые там десять-двадцать отказов. Отказов очень много. Кто-то не хотел, кто-то не мог, кто-то боялся, что мы там побьем дорогую посуду, вот. Ну, в конце концов, у нас все получилось. Я сразу вспоминаю. А почему вот не днем с живыми посетителями, может быть, кому-то из посетителей было бы приятно оказаться в кадре? Это такая магия кино, что мы представляем себе сцену, которая на экране, может быть, будет восемь минут. А снимается она два дня, ну или две ночи в нашем случае. Кажется, все просто, но на самом деле непросто. Даже давайте, так как я выступила в качестве продюсера, там, и второго режиссера в этом фильме, больше организационные эти все моменты, сразу начнем с каких-то, да, этих моментов. Допустим, у нас было, по-моему, если не ошибаюсь, двенадцать человек массовки, как раз-таки те люди, которые сидят на фоне, пьют кофе, говорят по телефону. Ну, во-первых, был кастинг, наверное, две недели, то есть каждого человека подбирали. Художник по костюму каждому придумывает образ, с каждым подписывается. Это просто даже он сидит просто на заднем плане. Конечно, у него может локоть быть виден, понимаете, но это все вот таким вот образом именно подбирается. То есть, во-первых, есть люди, которые, там же есть хронология. Ты обычно снимаешь не по хронологии, ну, так, там, технически проще, как правило, да? Слушайте, а как вы объясняете, вот, твой локоть будет в кадре. Так, моя сверхзадача, что должен понять зритель по моему локоть? Так, мы не объясняем, что будет в кадре, мы говорим, что нужно сидеть и быть посетителем кафе. Но при этом бесшумным посетителем кафе, потому что, когда записывается звук, говорят и задают какие-то звуки только главные герои. Просто я к чему это говорила? Что, вот, допустим, ты можешь действительно снимать два дня сцену, и человек должен быть два дня доступен. То есть, это нужно договориться. То есть, ты не можешь просто прийти, снять, потом человек ушел, а у тебя не склеится ничего. Да, это первое. И очень важный факт – это, конечно же, подписание договоров и релизов. Потому что человек просто со стороны, с улицы, может не захотеть, чтобы его лицо было в кадре, потом он может себя засудить. И это очень большое правонарушение, которое очень тяжелую тяжбу за собой несет. Господи, слушайте, а как вот эти сейчас снимают сцены? Ну, то есть, я понимаю, но как вот, когда главный герой идет по городу, там, скажем, многолюдная улица, это что, нужно вот у каждого взять вот прямо? Ну, если не видно лица, то все в порядке. Если видны лица, то, в принципе, нужно подписывать себе бумажку. Главное, что… Ну, если мы говорим о действительно дорогом кино, то это просто перекрывается улица, это массовка, которым платится, которых заранее отбирают, и они там идут. То есть, если вы думаете, что вы смотрите кино, и там просто люди нет, там нет ни одного случайного человека. Ну, я понимаю, что есть зануды, которые вот смотрят и говорят, о, боже мой, вот они сидят за столом, у него количество воды там в стакане было такое, потом снова зачитал такое. Да, это специально отдельная профессия, которая называется скрипт-супервайзер. Это человек, который как раз-таки следит за continuity, как это сказать? Ну, да, по последовательности. Да, вот, последовательность, чтобы не было этих киноляпов, потому что где-то, окей, это может быть простительно, а где-то, допустим, режется дубль, и в следующем дубле у актера рука так, и все, вы не можете сделать монтаж. И все равно никогда не знаешь, как это на монтаже, когда режиссер вместе с режиссером монтажа, они садятся, и, например, находят какой-то кадр с героем, который им нравится больше, но он из другого дубля, и там сигарета другой длины, но не так, наверное, налита, и так и происходят киноляпы. То есть, принимается решение, компромисс. То есть, мы жертвуем вот этой последовательностью, вот этой целостностью всего, но мы сделаем более эффектный кадр в этом месте, потому что он больше подходит. То есть, это неизбежно. Но в этом, наверное, это вот магия кино. Сразу вспомнила Starbucks-чашка из сериала Game of Thrones. Да, у нас тоже, кстати, как вот мы шутили-шутили на эту серию на каждом кадре, что где же наша Starbucks-чашка? А потом забыли баночку Red Bull. Да, потом забыли баночку Red Bull в кадре, и совершенно неожиданно. Но я к тому, что, когда мы смотрим на любой кадр в кино, надо понимать, что десятки, а скорее всего сотни людей участвовали над этим кадром, и в нем нет практически ничего случайного, если мы говорим про хорошее кино. Есть, конечно, партизанские методы съемок, есть методы съемок такого супер-инди-кино, когда люди снимают его втроем-вчетвером. Но об этом мы, наверное, поговорим сразу после небольшой паузы. Ну что, мы продолжаем программу «Синема». Мы сегодня говорим о том, как снять кино, и сегодня в нашей студии режиссер Даниил Силов, режиссер фильма «Так называемая любовь», съемки которого буквально, я понимаю, завершились. Мы еще перейдем, может, к постпродакшену. И Юлия Кова, второй режиссер фильма, продюсер фильма. Ну вот мы остановились как раз на том, какое количество людей находится на съемочной площадке, и у каждого, вот это практически такая армейская иерархия, у каждого есть свои задачи, беспрекословное подчинение. То есть там все… Ну, может быть, не все так суперстрого, но на самом деле, как мы говорили, это, в принципе, вот такая дань того, сколько людей задействовано, какие сжатые сроки и как максимально эффективно добиться результата. То есть это все идет из профессиональных продакшенов, из голливудских продакшенов, где каждый знает свою позицию, каждый знает, что он делает, и есть очень четкая иерархия департаментов. То есть есть несколько глав департаментов, от которых все спускается вниз. То есть… Ну, я понимаю, что причина именно в том, что каждый съемочный день, он стоит больших денег. То есть люди, которые находятся на каком-то месте съемки, это необходимость перекрывать место съемки, это необходимость платить за аренду огромного оборудования и куча вещей. То есть каждый день выливается в большие деньги, и чем все более организовано, тем получается меньше расходов. Ну, то есть вот… Ну, есть… Это немножко, наверное, разные подходы тоже, и если смотреть интервью с режиссерами, behind the scenes разных фильмов, есть режиссеры, которые любят искать. То есть вот мы ищем, мы ищем. Но изначально продюсер закладывает бюджет на это искать, все отталкивается от денег в любом случае. Известный ролик недавно я смотрел, где Дэвид Линч выговаривает своим главам департамента, продюсерам, что ему не дали там лишних три дня на просто поиски кадров. То есть вот он отчитывает их на протяжении трех минут достаточно так, серьезно, на тему, что как вы так вот запланировали мне здесь два дня, а я не могу подумать, еще не могу поискать. И ему продюсеры объясняют, что это нормально, у нас есть КПП, у нас есть план, у нас нужно… КПП это съемочное расписание, то есть перед съемками составляется расписание, где прописывается для каждого департамента, что им нужно, какие сцены мы в этот день снимаем, сколько мы эту сцену снимаем. И каждый день съемочный после этого КПП делается так называемый вызывной. То есть в конце смены команда получает вызывной лист, где прописано абсолютно все, до самых мельчайших деталей, где мы снимаем, во сколько снимаем, что должно быть. До минуты, все до минуты, включая погоду там даже есть. Очень много вещей. Если погода другая, вот не та, которая бы планировалась. Значит, снимаем так, как есть, либо если позволяют деньги, то ждем. Есть тоже разные истории знаменитых режиссеров, как они несколько дней ждали, пока облака рассеются. Или наоборот, вот говорят же, что Тарковский ждал несколько часов, пока появится на небе облако нужной ему формы. Ну, хорошо, когда, наверное, ты уже Тарковский, да, и у тебя есть, по крайней мере, если не Тарковский, то хотя бы режиссеру, у которого за спиной есть бюджеты, и вера продюсеров, продюсеров, которые дают тебе деньги. Потому что есть же еще одна тоже легенда, когда, по-моему, Федерико Феллини, вот на съемках, сейчас я боюсь, и корабль плывет, он говорит, о, мне тут нужен срочный гиппопотам в кадре. И вот останавливаются съемки, начинаются переговоры, ну, то есть вот его вдруг... Я в это не верю, в это не верю, потому что это такие вещи, которые, скорее всего, продумываются заранее, я думаю, что это просто байка. Есть такие аспекты, как, допустим, погодные условия, которые, да, их можно ждать, это действительно очень часто влияет как раз-таки на картинку. А всякие там вещи, как, потому что гиппопотам, это условный реквизит, который можно было продумать заранее. Не, ну как, есть режиссерские идеи, которые появляются по ходу. И вот это вот такое трио, да, которое есть на площадке, да, то есть это режиссер, это оператор-постановщик и продюсер, которые вместе делают так, чтобы все это было возможным. И идеи, конечно же, приходят во время съемок тоже, когда ты вдруг понимаешь, что, окей, вот эту деталь нужно в сценарии переделать прямо сейчас. И тогда приходится жертвовать какими-то кадрами, приходится изыскивать что-то, то есть решать вот это вот, абсолютно, тушить эти пожары. И для этого, конечно, взаимопонимание этих трех людей, оно прямо необходимо. Владимир, было ли у вас вот на съемках условный гиппопотам? Ну, то есть я имею в виду что-то, что вдруг вот понадобилось срочно-срочно. Был, но только Даниил еще забыл сказать о важной позиции, которую ты не учел, это так называемый четвертый человек, это First ID, или как раз-таки второй режиссер на площадке. Очень часто в титрах люди видят это наименование. Между меня это два в одном, да? Очень часто люди видят это наименование и звучит еще так, ассистент режиссера, то есть что это, да, странная какая-то позиция. На самом деле это одна из очень главных и основных позиций, это как раз-таки тот генерал, который контролирует всю площадку и контролирует, чтобы все было и все состоялось по графику, чтобы никто нигде не опоздал, составляет вот эти расписания и составляет все вот эти моменты. То есть второй режиссер, по-русски это второй режиссер, да, First ID, это абсолютно свое направление, профессии, очень сложной, которая является неким вот этим генералом а-ля съемочной площадки, который как раз-таки понимает, мы можем сегодня позволить себе этого гиппопотама или нет. Вот у нас, допустим, да, у нас было так на съемках. Из моей практики, то есть, и опять же, сколько я не смотрю, не читаю, не изучаю все эти моменты, как это в других фильмах происходит, то есть каждый день приходится решать какие-то маленькие задачи, которые неожиданные. То есть они могут быть совсем маленькие, если все получилось хорошо, то они очень не минимальные. У нас конкретно прям сцена в сценарии, которая не была написана, мы ее решили снять. То есть мы с сценаристом работали два года на сценарии, мы все равно оставались какие-то белые пятна, которые хотел сделать по-другому, и не удавалось их решить до последнего момента. То есть мы смирились с этим и перешли к съемке. Во время съемочного процесса появляется конкретная идея, которая решает ту проблему, которая у нас была. Но это значит, что нам нужно прямо сейчас на ходу на площадке дописать сценарий и сделать несколько кадров, которые меняют ход одной из сцен. При этом в процессе того, что мы придумали это все на ходу, не было уверенности на 100% правильно это или нет. Поэтому нам нужно было снять еще и оригинальную версию сценария. Поэтому одну сцену мы сняли параллельно две ветки, одну и вторую. И там уже как раз таки встают волосы, да ибо мне только у второго режиссера, а вот как раз таки у скрипт-супервайзера, который следит, чтобы все было верно, правильно. Это ведет к перестановкам света и всякие моменты. У нас еще, слава богу, был замечательный наш оператор-постановщик Макар Борисов, с которым я работаю над вторым своим фильмом, Юля тоже с ним работала много раз. И это человек, который способен на все. То есть, если бы его не было с нами, то такие ситуации тоже, наверное, нельзя было бы решить. Нам вообще очень сильно повезло с командой. У нас была просто потрясающая команда. То есть, это все действительно ребята из Латвии с очень большим опытом. Допустим, вот скрипт-супервайзер, которого я уже не раз тут упоминала, Агнеса Лайзена, которая проработала в огромном количестве фильмов и действительно настолько опытная, что замечает какие-то такие тонкие детали. Это вопрос о вине, который все размещалось. Да, вине Краснодемская, это наш художник по костюмам. То есть, опять же, представляете, даже у муссовки детали костюма действительно продумываются. И не может быть, что просто вот так вот в кадре появится как-то одетый человек. Женя Зимовец. Да, Евгения Зимовец, которая сделала нам все декорации. Художник наш. Да, художник, постановщик. И мы всем им очень сильно благодарны. Никита Карпов, наш осветитель Гаффер. Никита Воронов. Да, Никита Воронов. Такая маленькая... Даниил Пушпур. Даниил Пушпур. Маленькая минутка благодарности. Но действительно, то есть это огромный-огромный список людей, которые тебя поддерживают, которые с тобой работают, которые являются твоей командой. И ты не можешь делать качественное кино не без одного человека на площадке. Вот это момент, который я частенько тоже рассказываю друзьям. И немножко жалуюсь, немножко просто приоткрываю занавес над этим миром кино. По крайней мере, столько, сколько я сам знаю. Это вот сегодня в современном мире технологии позволяют, например, музыканту делать музыку практически самостоятельно. То есть музыкант может творить сам. Писатель всегда мог и сегодня, естественно, это делает. То есть художники работают в одиночку. То есть кино, наверное, это тот вид искусства, который сделать в одиночку практически невозможно. То есть есть, наверное, за всю историю кинематографа какие-то считанные единицы действительно шедевров, которые кто-то сделал практически в одиночку. И то для того, чтобы что-то сделать, нужно быть еще кто-то за камерой, кто-то перед камерой. И в целом кино – это очень коллективное творчество. То есть режиссер, он не может быть один. Есть, конечно же, режиссеры, которые творцы, которые у них есть видение, и они сами знают, что они делают. Но я в целом верю в то, что кино – это коллективное творчество во многом. А вот для того, чтобы научиться стать режиссером, я к чему говорю? Потому что есть же пример очень интересный. Ведь ассистентом режиссера начинал актер, ныне известный, Александр Панкратов-Черный. И он учился на режиссера, а затем пришел ассистентом режиссера к Кончаловскому в Сибириаду. И в какой-то момент вдруг Кончаловскому он понравился как фактуры его, и как он там рассказывал какие-то истории. И он его решил сначала в маленьком эпизоде, а потом вдруг роль стала разрастаться. И он стал практически полноценным участником уже актерского коллектива. Но при этом, когда я читал мемуары Панкратова-Черного, он говорил, что именно на этом фильме я все время ходил за Кончаловским и подглядывал, как он делает, что он делает. И Панкратов затем снял, по-моему, три картины как режиссер, пока он не окончательно уже не ушел в актерскую, конечно, профессию. Но я понял по его рассказу, что эти подглядывания за Кончаловским ему дали, может быть, даже больше, чем обучение. Он же закончил в ГИК, он у меня режиссерский. Вот в вашем случае, как вы думаете, что важнее? Ну, какие-то теоретические знания? Или, может быть, вот эта вот работа ассистентом у какого-то? Ну, действительно, режиссерский. Все помогает. Все помогает. То есть, наверное, опять же, тем, кто заинтересован действительно попробовать себя в этом или что-то начать делать самостоятельно, я порекомендую такую новую интересную технологию, как интернет. Идея очень простая, что сегодня такое огромное количество материала доступно для каждого бесплатно, что вот эти подглядывания можно осуществить, не вылезая из дома, оставаясь перед своим компьютером. Естественно, нужна практика, чтобы быть готовым даже к этой небольшой практике, которая может быть очень второстепенной, как Юля рассказывает, все очень строго, все очень четко, все очень распланировано. Чтобы быть к этому готовым, есть огромное количество ресурсов сегодня в интернете, видеороки, есть behind the scenes, backstage, самых любых фильмов, есть интервью с режиссерами, есть практические советы от тех же самых режиссеров. И все это, ну, оно действительно помогает очень сильно. У меня немножко другое мнение на этот счет. Ну, так. Я считаю, что, ну, допустим, вот как было в моей карьере, на моем вот этом вот пути, я считаю, что в первую очередь в кино... человек, который захотел связать свою как раз-таки жизнь с кино, очень сильно важна практика. Я изначально посвятила несколько лет тому, что я работала как раз-таки на продакшенах, на абсолютно различных позициях, чтобы понять, как все устроено, как все работает, потому что я искренне считаю, что хороший режиссер и хороший продюсер – это тот человек, который знает все от А до Я, начиная от раннера, который человек-ассистент приносит кофе, заканчивая, там, как ставит свет. Потому что, опять же, допустим, все, что касается света, это больше, там, работа оператора, но если режиссер в этом понимает, у них есть намного больше шансов сделать что-то действительно, может быть, лучше, да. Простите, это, наверное, как директор завода, который должен знать, ну, заменить любого работника, рабочего, там, чтобы понимать, как это работает. И просто, допустим, ну, как правило, действительно, многие вузы, из-за того, что в них они уже с какой-то определенной историей, у них эта учебная программа построена поколениями, они еще не совсем успели переадаптироваться, чтобы повернуть вот как раз-таки свою программу обучения под уже современный какой-то подход в кино. и поэтому зачастую мы встречаемся с тем, что в многих именитых вузах мы получаем очень много теоретических знаний, но до практики, как правило, дело не доходит. Но реально, когда ты только оказываешься на съемочной площадке, ты, во-первых, понимаешь, как она устроена, чтобы уже впоследствии, там, будучи продюсером и режиссером, ты понимал сам, как ты хочешь построить свою эту команду, такую площадку, кто тебе нужен, кто тебе не нужен, без кого ты можешь обойтись. Или, допустим, там, продюсер тебе говорит, что нет, вот нам нужен обязательно, там, например, скрипт-супервайзер, а ты понимаешь, что нет, мы можем обойтись без него, ну, условно говоря, да, и мы лучше эти деньги там потратим на дополнительные реквизии, например. Юля, смотри, идея очень простая. Хорошо быть богатым и здоровым, плохо быть медным и больным. Хорошо, когда у тебя есть этот опыт, есть это время, есть эти деньги на этих людей и так далее. То есть, то, что я хотел сказать, хотел сказать, что в идеале, конечно, когда есть опыт, когда есть опыт площадки, знания, отлично, если его нет, и ты хочешь начать, то тоже не должно тебя останавливать, потому что всё-таки тот материал, который доступен, и твоя возможность взять себе в команду профессионалов, которые тоже горят идеей или готовы с тобой работать, готовы тебя поддержать, то это позволит тебе пройти вот эту какую-то яму незнания. То, что человек с теоретическими знаниями, человек может пойти и снимать кино. Если бы не было бы примеров, то да, но примеров очень много. Именно ребят, которые совершенно молодые, которые с минимальным количеством знаний приходили, делали на одном видении, на одном желании, на одном хорошем сценарии. Который просто смотрел фильмы в видеопрокате, а затем начал писать сценарии, и в какой-то момент ему удалось вдохновить Харви Кейтеля, который согласился, под именем которого дали деньги, и появился этот результат. И он тогда, по-моему, сколько миллионам получил, что по голливудским меркам, в принципе, тогда тоже было не очень много. Но в любом случае с ним были люди, которые уже в кино, которые понимают, о чём они говорят. Это то, о чём я и говорю, что если даже у тебя нет опыта, но ты достаточно хорошо видишь, что ты хочешь получить, у тебя есть хороший сценарий, есть правильные идеи, у тебя глаза достаточно сильно горят, чтобы вдохновить других людей, если ты можешь себе взять в команду профессионалов, которые тебя поддержат, то у тебя всё может получиться. А вот как экономить? Я помню, что я с удивлением узнал, что когда снимали фильм «Ищите женщину», там в советском фильме, в советском фильме, там всё идёт, какие-то панорамы Парижа, и я с удивлением узнал, что это всё было сделано абсолютно пиратским способом, потому что нужно было платить в Орловостям Парижа большие деньги за съёмки, если там поставить камеру, то это нужно было сразу, включался счётчик, и они как будто бы под видом туристов, ну там приехали режиссёр с оператором, проехались на машине по Парижу, всё подсняли и затем это вставили в фильм. И тут же я сразу тоже вспоминаю замечательную картину «Супер-8» вот этого Джей Джей Абрамса, где мальчишки тоже снимают кино, и там какие-то военные что-то там выезжают, разгружают, и они тут же, о, там production value у них, они кричат, тут же берут камеру, и там один изображает какого-то тоже военного, как будто бы на фоне этого грузовика, то есть там военный антураж, вот они используют любую возможность для того, чтобы бесплатно вот это использовать в своей любительской картине. Вот такого рода. Ну, если даже вот вернуться вот к Тарантино, собственно, «Бешеные псы», одна из историй, которая связана со съёмками, что часть актёров приходили в своей одежде, да, то есть просто классический способ, как сэкономить. Есть правильные способы, общепринятые, как сэкономить, например, то есть, да, Франция, Чехия, это как раз такие те страны, где очень много снимается в Европе конкретно фильмов из-за того, что красивые локации, и очень там всем нравится снимать, но там очень дорого, это действительно правда, там даже аренда берётся за квадратные метры, улицы и всё такое, то есть там это очень развито и до абсурда доходит. Поэтому очень многие продакшены выбирают, например, такие страны, как Латвия, где есть замечательная старая Рига, которую можно переделать под очень большое количество стран, что, соответственно, и происходит, то есть, допустим, у нас снимали сериалы, где делали и современный, кстати, Лондон, и очень много вот этих Лондон, начало 20 века, я помню, вот наша «Пороховая башня», я её вдруг вижу в каком-то голливудском фильме, где Лондон, там, 1900 год, и бегут по старой Риге бегуны, якобы изображающие, что это вот начало. Да, 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 то есть у нас, как бы, вся ценовая политика, соответственно, лояльнее, поэтому, конечно же, большому продакшену выгоднее сюда привезти эти съёмки и здесь всё сделать. Постепенно продакшены западные двигаются на восток, потому что они открывают для себя всё новые и новые восточные страны, где дешевле, но, без сомнения, красиво и можно много чего делать. У нас ужасно просто, уже осталось буквально две минутки, а я всё хотел спросить, судьба фильма, ну вот дальнейшая так называемая «Любовь», он снят, сейчас, я понимаю, монтаж, постпродакшен, когда его можно будет увидеть, где его можно будет увидеть? Мы сейчас сняли первую новеллу, вот, то есть нам ещё предстоит снять ещё две новеллы, вот, которые мы надеемся снять следующей весной, вот, и если всё сложится, то в следующей осенью хочется фильм увидеть на большом экране. – Так что совсем скоро, форум «Синемас» обязательно. – Вот, я хотел спросить, а вот судьба дальнейшая вот фильмов латвийских, насколько, ну, потому что мы понимаем, что у нас живёт, ну, меньше двух миллионов жителей, понятно, что там 600 тысяч в Риге, где в основном-то люди ходят в кино, и вот сколько из них там, ну, 100 тысяч зрителей – это предел, ну, вот «Богемскую рапсодию» посмотрели 100 тысяч зрителей, по-моему, это вот больше уже невозможно. – У нас есть российские актёры, которые как раз-таки позволяют нам выйти и на ещё соседний рынок, поэтому, да, это тоже очень выгодно впоследствии всегда для фильма, коллаборации, потому что в России такой фильм тоже будет актуален, и в странах, где говорят на русском языке, так что, да, это абсолютно прокатная история, так как фильм в отношениях, и мы его планируем показывать в кинотеатре. – Мы очень хотим, знаете, рисовать более широкую аудиторию, то есть, естественно, Латвия и Балтия, и СНГ, и, может быть, другие страны, то есть, тема универсальная, пускай она кому-то набила скомин, для кого-то она будет всё так же свежа. – И я, например, не вижу никаких проблем для латвийского кино выходить на другой рынок, то есть, в России популярно европейское кино, и латвийское кино, оно вполне европейское кино, и я не вижу причин, почему бы его бы там не показывать зрителям. Зритель этот там есть. – Ну что же, спасибо огромное. В нашей студии сегодня в программе «Синема» был режиссёр Даниил Силов и Юлия Кова, мы говорили о создании фильма «Так называемая любовь», будем ждать с нетерпением следующей осени. Спасибо вам. – Спасибо огромное. – Всего доброго.